В одном из пунктов сдачи государственных экзаменов в субботу было оживлённо. Вход строго по паспортам. После регистрации, прохождения и проверки через рамку металлодетектора, дополнительная проверка документов. Все вещи остаются в фойе у дежурного. Брать с собой телефоны запрещено. Впрочем, воспользоваться мобильниками и не получится. В пункте сдачи экзамена включены приборы подавления сотовой связи. Так, в соблюдении всех условий настоящих экзаменов были организованы пробные тестирования. Принять участие в данном мероприятии могли все желающие. Среди участников процедуры как школьники, так и родители, преподаватели и пенсионеры. Интересно попробовать, стану ли я сдать экзамен в ЕГЭ, оставаться ли мне до 11 класса, попробовать свои силы, проверить их, как будет. Самому интересно испытать это. Я учитель математики, бывший. Ну, вчера посмотрел по газете, объявление было, что желающие. Решил попробовать лучше. Хочу на себе испытать, что испытает наш ребенок, как узнать, что какие там задания, как вот это все. Но впечатление, ну, мне кажется, пока спокойно. А там, как будут задания, не знаю дальше. Репетиционное тестирование состояло в соблюдении всех требований основного государственного экзамена. В пункте было задействовано 12 аудиторий. Согласно инструкции, экзаменующиеся рассажены в шахматном порядке по одному человеку за партой. Ровно в 10 часов после звонка открывается конверт с контрольно-измерительными материалами. По словам экспертов, они по уровню сложности соответствуют тестам основного экзамена. Подобные тестирования ежегодно организуются отделом образования. Его цель – апробация процедуры ЕГЭ. Это в некоторой степени поможет снять психологическое напряжение у выпускников и родителей, отмечают специалисты. Как известно, знание самой процедуры экзамена, его организация – это уже половина успеха. Поэтому, конечно, основной целью является то, чтобы организовать сегодняшнюю процедуру максимально приближенной к реальным условиям. Всего в тестировании приняло участие 143 человека. Из них учащихся 9-11 классов, 96, родителей 32, учителей и директоров школ – 16 человек. О результатах пробных ЕГЭ будет известно позже. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин. Новости.